Накануне в окружной столице состоялась церемония официального вступления в должности избранного губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. В своей речи он отметил, что Ямал это драйвер российской экономики и все задачи, которые нам предстоит решить в ближайшие пять лет, будут выполнены. В следующем репортаже хронология торжественного для округа события от наших коллег из телерадиокомпании «Ямал-регион». Ровно в 14 часов появился глава региона и пройдя мимо почетного караула успел даже пошутить в традиционной манере. Волнение есть, но совсем не как в первый раз удалось расслышать журналистам. Зал приветствовал Дмитрия Кобылкина стоя. Гимн России, краткий фильм, напоминание об успехах пятилетки. И вот он торжественный момент. Новый ямальский спикер поздравил вновь избранного главу и пригласил на сцену для принятия присяги. Губернатор обязался честно и добросовестно исполнять обязанности. Зал поддержал аплодисментами. Одним из первых с дарственной иконой Дмитрия Кобылкина напутствовал владыка Николай. Надежды, как и все люди, о том, что округ будет процветать, что при наличии тех глобальных задач, которые стоят перед округом, здесь не будет забываться и простой человек. Проблемы простого человека Дмитрий Кобылкин изначально поставил на первое место, определив ликвидацию ветхого и аварийного жилья задачей номер один. Решали ее в частности совместно с Тюменской областью. Губернатор Владимир Якушев привез сегодня в подарок ямальцам картину с видами Салихарда из областного архива и тепло поздравил главу региона. У вас есть все, у вас есть неуемный характер, у вас есть знания, у вас есть хорошая команда. Я хочу пожелать лишь только удачи. Все три губернатора Тюменской матрешки сегодня в одной лодке. С ней прибыла на Ямал глава Югры. Наталья Комарова подарила Дмитрию Кобылкину ковчег, как символ устойчивости в непростых экономических и геополитических реалиях. Сконструирована она по надежным чертежам коренных народов и станет прочным судном для решения общих задач. Образно заметила глава Югры. У Дмитрия Николаевича по-человечески профессионально колоссальный потенциал. И учитывая то, что предстоит сделать впереди, очень важно переводить и это в ресурсы и усиливать возможности региона. Поздравление от российского президента озвучил сегодня главный федеральный инспектор. Владимир Путин с самого начала поддерживал ямальского лидера за настойчивость, целеустремленность, работоспособность. За последнюю пятилетку он трижды был на Ямале. Вспомнили сегодня и финансовую поддержку глобальных проектов из фонда национального благосостояния. Ее получил Ямал-СПГ. Вполне комфортно чувствует себя в округе и другие компании. Я очень рад, я был в этом уверен. Дмитрий Николаевич, я знаю очень-очень давно, профессионал, человек, который болеет за свой регион. Я уверен, что округ будет также динамично развиваться, строится будет жилье, строится будет северный широтный ход. И будут развиваться те месторождения, которые находятся недалеко от северного широтного хода. Подарки дарил сегодня и Дмитрий Кобылкин. Спикер окружного парламента с 20-летним стажем Сергей Харич и получил медаль за заслуги в освоении Арктики. В завершении глава региона поблагодарил гостей и еще раз обозначил приоритеты. Повышение доходов, строительство жилья, соцобъектов, реализация арктических проектов. Ну а в итоге разоткровенничался с журналистами. Сегодня я отдаю себе отчет и понимаю, какой маховик мы закрутили, как мы далеко пошли в Арктику и сбавлять темпы нельзя. В общем ситуация, понятно, что она не совсем, наверное, лучшая для развития крупных проектов. Но при поддержке президента и при поддержке правительства Российской Федерации, нашего народа и мало, я думаю, что мы со всем справимся. Раз 20 аплодировали сегодня 640 человек одному губернатору. Наиболее продолжительные аплодисменты прозвучали сразу после присяги. Минуты три не мог успокоиться зал, в котором сегодня находились общественники, ветераны, руководители предприятия, заслуженные ямальцы. Вот так позитивно ямальцы оценили начинания, которые были сделаны в предыдущие пять лет с надеждой на то, что будут продолжены в предстоящую пятилетку. Галина Чечкова, Андрей Науменко, программа «Время Ямала», Салихард.